Девушки отдыхают 1-0 Чиприан Марика в результате контратаки Убежавший с центра поля Реализует свой второй момент в этой встрече На шестой минуте Хитафи Выходит вперед Совершенно нетипичная для Гранады Прошу прощения Последних недель Ошибка бьет мимо вратаря Давайте смотреть еще раз что здесь было Вот Итура здесь для мебели Мимо двух соперников Пробрасывает Чиприан Марика мяч И Итура удивительно на самом деле Здесь сыграл Чтобы он вот так пропустил кого-то мимо себя Да он скорее в центре поля готов будет Сфалить на красную карточку Но не пустить соперника Абсолютно бульдогообразный В хорошем смысле этого слова Опорный полузащитник Вот здесь себя ведет слишком как-то гостеприимно И пускает нападающего с мячом в штрафную И конечно здесь уже Чиприан реализует свой момент Никаких не было шансов у Роберта выручить Если бы мяч только в него попал Наверное только в таком случае И вот смотри Рики 1-1 Хитафи в своем репертуаре Пропускает в очередной раз Гол которого в общем-то Наверное могло бы и не быть Сделано Вот Эли Араби собирает двух соперников вокруг себя Рики 1 Входит в штрафную Бьет он первым касанием Очень своевременно Здесь Скудер летит как на пожар Ну очень просто Разрезающая передача разрезала все Что должна была разрезать И Рики сравнивает счет 1-1 Ну пожалуй в этом есть Некоторая футбольная справедливость О справедливости человеческой Или еще один кстати очень молодой Защитник Подача Опасно И гол Вот так Мы говорили о том Что стандарт это оружие для Гранаты Но в этот раз это оружие сыграло Против них Хитафи Выходит во второй раз Лопес переходит в Хитафи Многие подумали А не тот ли это самый Ну нет Это другой Александр Лопес Гораздо моложе И Пока не такой Не с таким Бэкграундом Ну и к тому же защитник Ну и здесь он сыграл Уверенно Отклеился от соперника И подставил голову под навес Счет становится 2-1 Хитафи снова выходит вперед Кстати делает Возвращает себе лидерство В счете довольно быстро Отметим что Вот этот штрафной Заработан был Адрианом Колунгой Который Рикон Ангулу подает Момент Вот это гол Вот это Эль Араби Воткнул мяч Буквально в сетку Как будто гвоздь забил Молотком Вот так же он Мощно пробил головой И здесь абсолютно Безо всяких шансов Не реализовал После ошибки Кодины эпизод Ну а здесь Эль Араби Блестящий играющий головой Просто обязан Был забивать Мимо Кодины Он бьет Главное здесь Во вратаря было не попасть Очень мощный удар И здесь Конечно вратарю Не успеть сделать ничего Даже руку выставить Не получится 2-2 Снова Ничья У нас в матче Марикан Закладывает вираж Входит в штрафную Прострел Сараби Пластита Подставляет ногу И именно он Становится Автором гола 3-2 Хитафи Наконец-то Забивает 3 мяча В одной игре Так, ну здесь никакого оффсайда, здесь все в порядке Как здорово сыграл Марика Смотрите, он ведь пробрасывает мяч здесь мимо соперника Входит в штрафную, прострел идеальный на Сарабию Тот бьет, и вот где находится Лафита Вы знаете, мне кажется, что он в оффсайде С этих повторов мы ничего не поймем Да, был первый из вот этих замедленных повторов Когда сложилось ощущение, что Лафита все-таки был в положении вне игры Так или иначе, гол засчитан Еще... Подача, скидка, рикошетель, Ароби 3-3 3-3, по-моему, Айсегамис улыбается даже Такому развитию событий В меньшинстве пропустили и забили И в туре в Испании Поэтому прекрасно себе представляем, что может та или иная команда Вот еще раз Момент Скидка Ну и Эля Раби здесь опять абсолютно один Ему здесь никто не мешает пробить Эля Раби здорово играет головой Такое ощущение, как будто бы Это какая-то Какое-то открытие для Хитафи Неужели они не знали об этом? Как можно оставить самого опасного игрока В своей штрафной... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok